Добрый день, уважаемые ветераны, дорогие друзья! Позвольте мне вас сердечно поздравить с большим праздником, днём полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это действительно большой праздник не только для вас, для ветеранов, а для всего нашего народа. Всем хорошо известно и в нашей стране, и в городе у нас, и во всём мире, какую трагедию пережили ленинградцы за 900 дней блокады. Все хорошо знают о так называемых 125 граммах хлеба, которые давали гражданскому населению на сутки практически, да и то не всем. Вроде бы всё хорошо известно, известно даже количество жертв. Только за 4 месяца конца 1941-го, начала 1942-го года, декабрь, январь, февраль, март, у нас среди гражданского мирного населения в Ленинграде умерло 360 тысяч человек. Это почти столько. Великобритания потеряла за всю Вторую мировую войну. Представляете, разница какая между жертвами, которые на алтарь победы общей положил советский народ и другие страны мира. Вроде бы это всё известно, и в то же время наша обязанность в том, чтобы и новые факты были известны лучше, и чтобы ничего не забывалось никогда. Вот это самое главное. Чтобы ничего не было утрачено, чтобы люди и в нашей стране, и за рубежом помнили об этой трагедии, и об этом мужестве и героизме советского народа и ленинградцев. И чтобы сделали всё, чтобы ничего подобного в жизни народов мира больше никогда не повторялось. Я вот сейчас был только на… Здесь вот посмотрел панораму, которую сделали молодые люди совсем. Не знаю, вам были, показывали. Но на меня это произвело очень сильное, хорошее впечатление. И потому что сделано очень талантливо, и потому что это сделали совсем молодые люди, и сделали для себя и для будущих поколений. Всё больше и больше людей туда приходят, в том числе и не только ветеранов, но и люди разных возрастов, разных поколений. Совсем молодые ребята приходят. Всё сделано руками, повторяю, молодых людей. И это вот, на мой взгляд, особенно важно и особенно ценно. А я ещё раз хочу вас поздравить с этим праздником. Хотя знаю, смотрел бумаги перед нашей встречей, даже само название этого праздника теперь вызывает какие-то споры и даже непонимание. То это день полного освобождения, то это называют снятием блокады, то есть советскими войсками. Наверное, об этом мы с вами тоже сегодня поговорим. Если есть какие-то мнения уже по этому вопросу, давайте мы с этого начнём. Пожалуйста. Да, пожалуйста, прошу вас. Смирнова Людмила Михайловна, житель блокадного Ленинграда, герой соцсоруда, учитель. Вот я и хотела первый вопрос, предложение о названии. Последнее название формулировалось так. Полное освобождение советскими войсками Ленинграда от фашистской блокады. И тут потерялась роль гражданского населения. Может быть, лучше оставить так, как мы уже привыкли. Полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. И если можно, ещё один вопрос, предложение, касающийся молодёжи. Сейчас очень много молодёжи стали добровольно помогать, трудиться, приняли нашу эстафету. Нельзя ли предусмотреть какие-то меры поощрения вот такой молодёжи? Ведь в народе говорят, и кошки доброе слово по ним. Вот это было бы... Первое, что касается самого названия праздника. У нас всегда мы пользовались самым простым словосочетанием освобождения Ленинграда от блокады. Но потом какие-то возникли сомнения. И сомнения возникли, прежде всего, у депутатов законодательного собрания самого уже сегодня Петербурга, Ленинграда. Ну, это такие сложные были, я так понимаю, изыскания. И сомнения у кого-то возникли по поводу того, как называть этот праздник. Потому что кому-то пришло в голову, ну, одному из депутатов. И я уверен, что эта депутат, женщина, журналист, она руководствовалась самыми лучшими соображениями. Ей показалось, что освобождение – это как бы добровольное освобождение. Ну, я не знаю, мне кажется, что здесь не было никаких сложностей. И действительно создались другие, были созданы другие проблемы. В частности, проблемы, связанные с тем, что, когда мы говорим только о Советской армии, которая, безусловно, внесла решающий вклад в защиту и затем освобождение Ленинграда, но без гражданского населения, думаю, что вряд ли удалось бы добиться этой победы тогда советскому народу в Великой Отечественной войне на Ленинградском фронте. Без тех, кто работал на сооружении оборонительных рубежей, без тех, кто работал на предприятиях, в конце концов, без добровольцев, из которых подразделения добровольцев формировались из жителей Ленинграда. Я знаю это по истории моей собственной семьи. Поэтому без этих людей победа была бы невозможна, это тоже очевидно. А название, оно немножко как бы действительно выхолачивает вот эту часть. Я бы предложил следующее, просил бы депутатов ЗАГС Собрания города вернуться к этому вопросу и потом выйти с предложением, если нужно на федеральном уровне что-то сделать, давайте мы с удовольствием это сделаем. Они уже такую инициативу проявляют, Владимир Владимирович, так что я думаю, что... Давайте, вы пообсуждайте со своих сторон так, чтобы здесь... Это вопрос такой чувствительный, чтобы и не обидно никому не было, но в то же время, чтобы можно было найти оптимальный вариант названия этого праздника. Это первое. Что касается молодых людей, которые занимаются этой работой, занимаются добровольно, еще, по-моему, в прошлом году я встречался с представителями так называемых поисковых отрядов, и мы тогда договорились о том, что будет создана ассоциация этих поисковиков. Но там есть действительно и проблемы до сих пор, которые заключаются в том, что нужно по-новому подойти к регламентации всех их работ. И проблема непростая, имея в виду не только чисто бюрократическую сторону этого дела, но и с точки зрения обеспечения безопасности этих работ. Потому что все-таки, когда гражданские люди начинают раскопки на местах бывших боевых действий, там, к сожалению, до сих пор имеются опасные для здоровья и жизни предметы, неразорвавшиеся бомбы, снаряды, боеприпасы. Поэтому все это на сегодняшний день находится в ведении Министерства обороны. И схожу из того, что там наверняка есть вопросы, которые требуют особого внимания, и при таком внимании можно их решить должным образом. Вернемся к этому еще раз. Я Минобороне обязательно скажу об этом, ладно? Минобороне не особого внимания, что нужно делать в ходиле обороны. Продолжение следует...